Здравствуйте! Давайте приступим к лекции. Как вы помните, начну я с исправления ошибки в знаке, которая была на прошлой лекции. Как вы помните, там у нас возникла непонятка. Эта ошибка, как оказалось, вкралась в самое первое уравнение, которое было написано на прошлой лекции. Выглядело оно примерно так, как дельта омега, там минус что-то умножить на а, равнялось минус д омега. Это модуль а в квадрате на модуль а в квадрате на а. Такое было уравнение. И, значит, на самом деле в нем надо плюс, а не минус. Это происходит по той причине, что вот это слагаемое вышло из этой скобки, и тут перед ним был минус. Значит, при переносе направо должен быть плюс. Значит, чтобы не исправлять всю лекцию, надо внести следующее исправление. Надо вписать определение, что альфа равняется минус д омега по д а в квадрате. В отличие от того, что, так сказать, в оригинале предполагалось, то есть вот здесь поставить знак минус в определении, и тогда все последующие выкладки оказываются правильными. Значит, это исправление. И критерии тоже там следующие, соответственно, получаются в правильном виде. Так, значит, на прошлой лекции мы с вами закончили, по сути, своей тему о четырехволновом взаимодействии. И два основных явления, которые в результате четырехволнового взаимодействия внутри одного волнового пакета возникают. Это самофокусировка и самосжатие. Записали критерии того, в каких случаях это происходит. Значит, осталось мне только ввести два определения, которые я тоже не успел на прошлой лекции сказать. Следующее определение. Уравнение, которое у нас было записано и выглядело оно так. ИДТ, ДАПДТ, значит, плюс ИВ групповое на ДАПДЗ, плюс В групповое на 2К на лапласиат перпендикулярный А, плюс В групповое со штрихом пополам на Д2АПДЗ квадрат равняется вот этому вот минус альфа на А в квадрате на А. Это называется нелинейное параболическое уравнение. То есть, если у вас в билете встречается вот такое словосочетание, имейте в виду, что это относится вот к этому уравнению, причем альфа вот с таким знаком определения написано вот там. То есть, вот этот минус и тот минус могут сократиться, и тогда будет другое определение альфа, но суть от этого не меняется. Так, значит, это первое и второе, тоже определение такое, что если мы из этого уравнения выкинем несколько членов слагаемых, а именно вот если вот это, давайте я не буду зачеркивать, вот это, значит, в системе отчета движущейся с В групповое, значит, это слагаемое пропадает. Кроме того, значит, если у нас система одномерная, тогда все это уравнение сводится к более простому виду, а именно ИДАПДТ плюс В групповой со штрихом пополам Д2АПДЗ квадрат. Вот это уравнение называется нелинейное уравнение Шреддингера. Ну, по какой причине видно, да? То есть, вот это было бы, так сказать, уравнение Шреддингера с постоянным потенциалом, ну или, значит, нелинейное. То есть, частный случай нелинейного параболического уравнения одномерный, и, значит, сдвинутый в систему отчета, движущийся с групповой скоростью, получается, значит, нелинейное уравнение Шреддингера. И, кстати говоря, вот если говорить о самосжатии волновых пакетов, то оно присутствует и вот в этом усеченном варианте, потому что это продольный процесс по Z, и описывали мы его в системе отчета, движущемся с групповой скоростью, то есть сам этот сдвиг тоже принципиальной роли не играет. Значит, к этому уравнению мы еще вернемся в следующих главах. Так, а теперь мы, завершивши тему про четырехволновое взаимодействие, перейдем к следующему разделу, а именно, который называется кинетическое уравнение для Волг. Значит, в этом разделе, этот раздел посвящен следующей физической задаче. Предположим, что наша система устроена значительно сложнее и более реалистично, чем то, что мы рассматривали до сих пор. А именно, в ней одновременно могут существовать много свободных волн, не два, не одна, не три, а много одновременно, которые взаимодействуют друг с другом по механизму трехволнового взаимодействия. Вот, что тогда делать? Про эти волны мы, может быть, все знаем, дисперсионные, да, дисперсионные соотношения. Значит, нелинейную электрическую проницаемость мы тоже знаем, то есть вот как именно они взаимодействуют. Но если их много, то описать эту систему в любом случае будет очень тяжело. Значит, очень похожая ситуация возникает в кинетической теории газа. Значит, как движется каждая частица, очень понятно. Там она, может быть, движется по прямой, если нет силы и тяжести, да. Но когда этих частиц много, описать систему становится сложно. Если каждая частица движется вот в газе по прямой, ни с кем не сталкивается, опять просто, да, ну вот это будет бестолкновительный газ, и более-менее понятно, что происходит. Так же и с волнами. Значит, если есть набор волн, которые друг с другом не взаимодействуют, то это получается линейная электродинамика, и мы такие задачи решать умеем, и, в общем, там примерно понятно, что, да. Принцип суперпозиции, каждая волна движется сама по себе, и все понятно. Ну вот так же, как в кинетической теории газов, как только мы учитываем взаимодействие между частицами, все становится несколько сложнее, и в результате столкновений функция распределения начинает релаксировать к Макселовской функции распределения, там звук какой-то начинает распространяться, еще что-то. Точно так же и в теории системы с большим количеством волн, если мы учитываем взаимодействие этих волн друг с другом, сразу система начинает вести себя каким-то скоррелированным образом, то есть возникают корреляции между движением и распространением отдельных волн. И вот как в кинетической теории газов распределение релаксировало к Макселовскому, в этом случае тоже, на самом деле, вы знаете, к чему будет релаксировать, оно будет релаксировать к равнераспределению по степеням свободы, равнераспределению энергии по степеням свободы. Это вы в термодинамике тоже, на самом деле, проходили, такой принцип, да. Вот если каждая волна это степень свободы, то у нас в системе с большим количеством волн, значит, вот просто принципы статистической механики говорят нам, что, по-видимому, все должно релаксировать к какому-то вот такому состоянию. Но вот как именно релаксировать, да, с какой скоростью и так далее, должно описывать кинетическое уравнение для Волга, так же, как в теории газов, это описывает кинетическая теория газов. Ну вот давайте попробуем получить такое кинетическое уравнение для Волга, которое описывает, как меняется функция распределения или количество квантов в каждом состоянии с течением времени. Ну, начать мы, конечно, должны с того же самого уравнения, которое мы уже писали, которое тут сверху написано для четырехволнового взаимодействия, мы его писали и для трехволнового, и оно описывает распространение волновых пакетов. Значит, вот выглядело оно таким образом, дельта от омега минус омега от К умножить на А равняется значит, F альфа на Е альфа со звездой. Сейчас я напомню, что тут, какая буква обозначает поделить на ДЖ по ДС. Такая была величина. Вот, значит, дельта от омега минус омега от К, это вот та же самая скобка. А это амплитуда волны, в которой электрическое поле имеет вид А умножить на Е альфа. А на Е альфа. Е альфа это вектор поляризации, а А это амплитуда волнового пакета, соответствующего заданному вектору А, К и частоте омега. Значит, вот это было написано эволюция амплитуды одного волнового пакета. Как это уравнение? Ну, я вернусь вот к правой части, и что какая буква обозначает позже. А сейчас попытаюсь просто сказать, как мы его будем использовать. Зачем? Вот к той задаче, как его привязать к той задаче, которую мы хотим описывать. Вот, значит, есть какой-то объем, в котором летают, значит, волны. Волновые пакеты с самыми разными омега и самыми разными К. Чтобы упростить себе задачу, предположим, что свойства вот этого газа внутри, газоволн внутри нашей системы, распределены равномерно по всему пространству. Конечно, вот как в кинетической теории газов, на самом деле, бывают задачи, когда есть какой-то объем, поделенный мембраной, с одной стороны есть частицы, с другой нет, и потом будем смотреть, как она, как эти частицы из одной части в другую перебегают. А есть задачи, когда все однородно и просто во всех точках пространства одновременно происходит релаксация к максимуму. Вот давайте для простоты рассматриваем вот такую однородную систему, когда во всех точках пространства все у нас одинаково, и нам не надо рассматривать распространение турбулентности из одной части в другую, или вот этих волнового поля, тогда мы можем поступить следующим образом. Взять вот этот объем и в данный момент времени сделать преобразование фурье по пространству. То есть вот эти волны представить в виде набора электрических полей в зависимости от k в данный момент времени t. Значит, в дальнейшем вот этот вот вектор k будем использовать в качестве маркера волнового пакета. Поскольку у нас очень много волн, и можно считать, что спектр даже и непрерывный, то, значит, k всегда является величиной действительной, поскольку мы его тут разложили по волновым векторам в заданном пространстве, и фиксированным, да, то есть никакого дельта k не будет. Вот данный волновый пакет обладает строго одним и тем же k. Вот в отличие вот от этих случаев, которые мы раньше рассматривали, если там было дельта k, то получались вот такие вот слагаемые, типа дифракция, дисперсия, распространение с групповой скоростью. Значит, здесь у нас все однородно, поэтому ни дифракция, ни дисперсия, ни распространение роли не играют. То же самое можно сказать, что dpdz и поперечные градиенты все равно нулю. Да, вот фактически мы говорим следующее, что будем рассматривать случай, когда все однородно, никаких градиентов нет, k является фиксированной величиной. Значит, вот когда мы берем вот это дельта k, дельта от омега минус омега k, вот эта вот часть вообще не изменяется, потому что k фиксировано. То есть для каждого волнового пакета с фиксированным k имеется совершенно определенная резонансная частота омега от k, которая соответствует распространению этого волнового пакета как свободной волны. Но амплитуда у этой свободной волны будет меняться со временем. Поэтому частота не точно равна омега от k, а отклоняется. Если я беру волну с заданной длиной волны, но меняющейся во времени амплитудой, то это означает, что у нее спектр по частотам неточечный. Заведомо этот волновый пакет, это не одна какая-то волна, вот в смысле фурье преобразований, а целый набор. Вот и мы будем так вот его описывать, вот таким же примерно макаром, как акатая, то есть вот эта вот k это характеристика или номер волнового пакета, на е альфа, которая, конечно, тоже от k зависит, потому что поляризация может зависеть от k. Это ничему не противоречит. А акатая зависит от времени. Более того, значит, в дальнейшем я перейду к следующему. Значит, ак это амплитуда волнового пакета. Поскольку у меня вот это вот e от k получено в результате преобразования в фурье, это комплексная амплитуда. Значит, вот эта акатая тоже комплексная. Значит, она содержит информацию о фазе волны, о сдвиге фазы относительно какой-то нулевой, и об амплитуде этой волны. Вот если мы рассматриваем средние характеристики турбулентности, а не собираемся исследовать точную эволюцию данной какой-то конкретной реализации распределения, вот опять же аналогия с теорией газов, можно было бы взять, поместить каждую частицу в какое-то положение, и дальше рассматривать начальную задачу. Тогда бы мы нашли эволюцию конкретного распределения частиц во времени, в принципе. Но, как вы знаете, таких частиц очень много, и поэтому эта задача, она, во-первых, сложна, а во-вторых, результат ее нам не нужен, потому что нам нужны какие-то статистические только характеристики, типа давления, температуры, плотности и так далее. Точно так же и здесь, вот это вот аката большое содержит амплитуду и фазу. Вот амплитуда – это интересная вещь, потому что это число квантов в данном состоянии, а фаза – это вещь, которая излишняя. Соответственно, было бы неплохо написать это все вот в таком виде, в виде аката, где аката – это какая-то действительная величина, описывающая амплитуду, на е в степени и фикатая. Вот это вот все вместе – это акатая. На е альфа – акатая. То есть, ну только вот это вот е – это, конечно, вектор, да, а это е – это экспонент. Будьте внимательны. Так. Это, значит, первый факт. Ну вот, таким образом мы будем описывать вот эту вот ситуацию, да, когда имеется однородная в среднем по пространству турбулентность, вот, но там как-то мельтешащие эти волны, что-то с ними происходящее. Значит, вот это нас интересующая величина, а эта величина, значит, нас не интересующая, избыточная. Так же, как и, значит, она избыточная, это означает, что нас конкретная реализация не волнует, да, как именно распределены эти фазы. Вот. И хочется, значит, усреднить, значит, результат, сказать, что результат с разными фазами начальными, да, вот, они с нашей точки зрения должны быть эквивалентны. Вот, по-другому, то же самое можно сказать следующим образом, что можно рассказать, что мы собираемся исследовать приближение случайных фаз. То есть вот здесь мельтешат волны, и фазы этих волн с разными k являются независимыми случайными величинами. Вот, значит, вот это предположение, оно очень сильное. По следующей причине, опять же, вот аналогия с движением частиц в газе. Если частицы совсем не сталкиваются, то их положение, скорость и так далее, действительно являются полностью независимыми, случайными величинами. Потому что нас конкретной реализацией не интересует по начальному состоянию, да, вот. А дальше они не сталкиваются, поэтому, естественно, что если в начале было все случайно, то и потом останется так же. Вот. А здесь, значит, аналогичная ситуация с волнами. То есть мы можем задать начальное состояние какое-то случайное по фазам разброс. И если эти волны совсем не взаимодействуют, то они так и останутся случайными во все моменты времени. Но как только мы учитываем столкновение частиц или взаимодействие волн, вот эта вот случайность нарушается, появляется корреляция. То есть столкновение частиц приводит к корреляциям функции распределения, а, значит, столкновение волн тоже приводит к корреляциям вот этих вот фаз. Ну, тогда зачем же я завел разговор про вот эту случайность? Так вот, мы будем предполагать, что в нулевом приближении значит, фазы случайны. В нулевом приближении по какому параметру? Вот по величине вот этой правой части, по нелинейности, да, по силе взаимодействия. То есть мы фактически собираемся рассматривать случай, когда столкновение редкие, да, слабостолкновительный газ или вот слабостолкновительный газ волн, слабовзаимодействующие волны. Поэтому вся эта теория называется теория слабой турбулентности. Значит, вот она возникает в предположении, когда столкновения эти слабые и редкие, то есть вот фика слабо коррелированы при разных к. Ну, а слово слабо означает, что мы будем применять теорию, значит, возмущений. Так, теперь, значит, про правую часть. Сказал я, что она маленькая, левая часть, сказал, что К не варьируется, останется дельта омега. Значит, получается вот что. Дельта омега на А равняется F альфа Е альфа со звездой поделить на ДЖ ФДС. Теперь выписываем, что такое последовательно, какие буквы, что означают. Вот это Е альфа со звездой это вектор поляризации. Это вы узнаете. Значит, F альфа. F альфа это правая часть уравнения L альфа бета Е бета равняется F альфа. То есть, вот это уравнение у нас получалось из вот этого уравнения для линейной волны, на которую действуют какая-то возмущающая сила типа правая часть. И, значит, при трехволновом взаимодействии эта правая часть у нас была выписана. И выглядела она так. Минус омега квадрат к С квадрат интеграл E ε альфаが επсилон альфа бета гамма от ка па штрих Капа 2 штриха, Ебета Капа штрих, Егамма Капа 2 штриха, Дельта от Капа минус Капа штриха минус Капа 2 штриха, ДКапа штриха, ДКапа 2 штриха. Значит, это нелинейная диэлектрическая проницаемость для трехволнового взаимодействия или второго порядка, Ебета и Егамма от Капа штриха и Капа 2 штриха. Это какие-то другие волны из вот этого набора. Ну и здесь стоит дельта-функция от Капа минус Капа штриха минус Капа 2 штриха, ДКапа штриха, ДКапа 2 штриха. Так, значит, это вот F альфа такая была. Значит, теперь ДЖ по ДС. Что такое? Значит, ДС это вот это вот самое омега минус омега от К. Причем омега от К константа, то есть в нашем случае ДЖ по ДС. Это равняется Д по Д омега от Л альфа бета Ебета на Е альфа со звездой при фиксированном К. Давайте преобразуем это выражение немножко дальше. Значит, продиференцируем как произведение эту величину. Вот это вот G. Получится вот что. Значит, ДЛ альфа бета по Д омега Ебета Е альфа со звездой плюс Л альфа бета Ебета ДЕ альфа со звездой по Д омега плюс Л альфа бета Е альфа со звездой. Д Е бета Д омега. Но вот эти две величины равны нулю. По причине того, что Е бета это вектор поляризации означает, что Л альфа бета Ебета равно нулю. Вектор поляризации свободной волны. И Л альфа бета самосопряженная. Значит, Л альфа бета Е альфа со звездой тоже равно нулю. Значит, это равно нулю. Это равно нулю при самосопряжении. Л альфа бета. Значит, самосопряженная она является в прозрачной среде. А мы именно такие среды сейчас и рассматриваем. Ну, значит, осталось только вот эта штука. ДЖПДС таким образом равняется. Вспоминаем, что зависит от частоты в Л альфа бета. Л альфа бета это К альф К бета минус К квадрат Дельта альфа бета плюс омега квадрат С квадрат Эпсилон альфа бета. Все, что там К содержит при дифференцировании по омега, дает 0. Значит, только последнее слагаемое 0 не дает. Остается единица на С квадрат ДПД омега Эпсилон альфа бета умножить на омега квадрат. Причем, значит, если самосопряженная, то тут у нас Эпсилон альфа бета является эрмитовой. Иначе самосопряженности не будет. Вот. А теперь, значит, вспомним третий курс. Там была формула для плотности энергии одной волны постоянной частоты свободной. Значит, формула эта выглядела таким образом. что плотность энергии равнялась единице на 16 пи омега ДПД омега. Омега квадрат Эпсилон альфа бета пермитовая на Е альфа со звездой на Е бета. Так, вот здесь вот я забыл. Вот эти свои Е бета и Е альфа со звездой. Вот эти. Так, ну, сравниваем эти два выражения и видим, что они подозрительно похожи. Значит, чем они отличаются? Ну, вот это Е альфа со звездой большое, это А на Е альфа со звездой маленькая. А со звездой, прошу прощения, а это А на Е бета. Для одного и того же волнового пакета, да? Вот это вот волна постоянной частоты. И это тоже для одного и того же волнового пакета волна постоянной частоты. Значит, ну, сравниваем, получаем, что ДЖПДС выглядит таким образом. Это все равно, что W, деленное на С квадрат, умноженное на 16П омега, вот эти, и деленное на А по модулю в квадрате. Правильно? В таком виде писать, конечно, неудобно. Какие-то там W и А квадрат. Но мы можем вспомнить тот прием, который использовался при выводе уравнений Бламбергена. Уравнений Бламбергена. Мы нормировали плотность энергии на А квадрат омега. Правильно? Значит, W должно равняться омега умножить на А в квадрате. Ну, это W катая, да? Это вот нормировка. Каким образом мы можем, вот, на самом деле, что является произвольным? За счет чего мы можем сказать, что вот это вот равенство выполняется? А вот за счет выбора вот этих вот единичных векторов Е-альфа и Е-бета, да? Вот эти вектора поляризации, вот нигде то, что их модуль квадрат равен единице, я не использовал. Поэтому вот их единицы измерения даже и размер ничем не определен. И вот я вот такой нормировкой, я как раз это могу сделать. Потому что у меня на самом деле, вот, все, что у меня задано, это вот это. То есть, если я могу выбрать произвольным образом А за счет произвольной нормировки вот этого вектора Е-маленькое. После этого при такой нормировке вот этот ДЖПДС превращается просто в 16ПОмега в квадрате поделить на С в квадрате. Так, ну и окончательно правая часть у нас была, выглядела таким образом, как Ф-альфа Е-альфа со звездой, поделить на ДЖПДС. Подставляем все, что там у нас есть. Значит, Омега квадрат к С квадрат благополучно сокращаются, потому что там они стояли в Ф-альфа, а не в числителе. Тут они у нас в знаменателе. Получается минус единица поделить на 16ПОмега. Значит, интеграл εαβγ с индексом 2. Значит, Е-альфа со звездой Еβ Еγ. Значит, это вот вся петрушка зависит от тех переменных, которые там написаны. Капа, капа штрих, капа 2 штриха. Вот, дальше на А капа штрих, А капа 2 штриха. На дельта от капа минус капа штрих, капа 2 штриха. И так. Значит, правую часть уравнения дельта Омега умножить на А равняется F. F равно вот этому, а справа стоит вот это. Значит, вот здесь можно написать бубочку капа. Так, значит, пока до сих пор, вот капа, это минус Омега и К, да, четырехмерный вектор. При этом К, это величина, хорошо определенная для данного волнового пакета. То есть, на самом деле, вот эти вот капа штрих и А капа 2 штриха, они, конечно, написаны в фурье представлении, но по частоте, это, каждый из них имеет неточечный спектр, да, ну вот, если я здесь Омегу нарисую, то каждая А с индексом Омега будет иметь какую-то конечную ширину. То есть, это неточечная, незаданная дельта-функция вокруг резонансной частоты Омега от К. Почему? Потому что это волновый пакет, да, вообще говоря, из свободных волн, но с меняющейся амплитудой. Как только амплитуда меняется, значит, спектр перестает быть дельта-функциональным. Вот, а пока это строгая дельта-функция, потому что я так определил. Да, ну, там вот, да, я говорил про это, что просто К, это у меня параметр, характеризующий данный волновый пакет, потому что я не хочу рассматривать какие-то пространственные процессы перекачивания. Значит, вот эту вот разницу теперь я хочу внутри, вот в этом интеграле эта разница отсутствует, то есть я ее не вижу. А теперь я хочу ее использовать, да, вот что здесь у меня все четко, а здесь наоборот размазано. Как это можно сделать? Значит, я хочу переписать дельта-функцию. Это четырехмерная дельта-функция. Значит, дельта от К минус К штрих минус К два штриха на дельта от омега минус омега штрих минус омега два штриха. То есть вот это, в этой дельта-функции стоят фиксированные параметры, а вот здесь что-то, что на самом деле является просто фурье компонентами, вот, значит, вот это омеги, там они не являются четко фиксированными. То же самое и вот здесь. Вот здесь у меня стоят, значит, вектора поляризации, которые я писал как зависящие от Капа. Но, значит, это вектора поляризации свободных волн. Следовательно, если я задал К, то Еα от К уже фиксировано, потому что омега от К тоже фиксировано для свободной волны. Понятно, да? То есть на самом деле параметром, от которого зависят вот эти вектора, как только я сказал, что это свободная волна, уже все, да? Единственный параметр — это волновый вектор. А частота уже ни при чем. Значит, вот здесь то же самое. Хотя зависит это все и от частоты, и от волнового вектора, но волновый вектор фиксирован, а вместо частоты я могу подставить условия резонансного взаимодействия, которое у меня должно быть выполнено. То есть вот эта вот часть на самом деле является функцией К, К' и К2'. Что в результате? В результате F я могу записать в таком виде. как одна вторая — это множитель, который несколько произволен. Дальше я напишу ВК, К' — это матричный элемент, который зависит только от К и К'. Сейчас я напишу, чему он должен быть равен. Дальше АК' — это вот эти две величины после интегрирования с дельта-функцией. ВК' — это вот все выражение, значит, можно собрать вот к такому виду, где вот эта вот величина ВК, К'', которая называется матричным элементом взаимодействия, равна она вот чему. Значит, получается минус единица на 8П, интеграл, все на альфа, бета, гамма. Значит, вот К, К', К'2'а, и альфа со звездой К, Ебета, К'штрих, Егамма, К'2'а, дельта К минус К'штрих минус К'2'а. Это вот это. Так. Вот, и, значит, ДК'штрих, ДК'2'а. Ладно, что дальше после перерыва. Давайте продолжим. Значит, вот в этом предпоследней строчке я немножко поторопился. Дело в том, что тут я, конечно, все от К'штрих написал, но у меня вот есть еще вот эта дельта. Должен вспомнить, где же тут все-таки входит частота, частоты. От частот должны зависеть амплитуды. Вот это от О'', а это от О'2'. И здесь еще должна быть вот эта вот дельта-функция от Омега минус Омега' штрих минус Омега' два штриха. Проинтегрированная по Д Омега' штрих Д Омега' два штриха. Так, и, значит, вот здесь у меня было написано ДК' перед перерывом. За перерыв я успел его стереть, потому что тут ДК' вот оно осталось здесь. Значит, здесь оно не нужно. Так, понятно, да, с этим? Двинулись дальше. Значит, вот это, собственно, правая часть вот такого вот уравнения. Значит, уравнение написанного в Фурье представлении по Дельта Омега. Точно так же, как мы делали в переходе к нелинейному параболическому уравнению, значит, мы должны сделать преобразование Фурье вот этого уравнения по Дельта Омега. Вот это АКПО, я должен переписать как АК от Дельта Омега и сделать преобразование Фурье. Тогда у меня будет АКТ от Т, то есть амплитуда волнового пакета с длиной волной К в зависимости от времени. Значит, Дельта Омега при преобразовании Фурье превращается в ИДПДТ. Значит, ИДПДТ АКТ от Т равняется преобразованному по Фурье вот этому вот выражению. Значит, Фурье только по времени, не пока. Пока мы остались, как К как было, так и осталось. Делаем преобразование Фурье только по Дельту Омега Т. И затронет оно у нас вот эту часть, потому что самая сильная зависимость от Омега содержится в этой Дельта функции. Здесь у нас Омега штрих, тут Омега два штриха, а здесь вот сидит та самая штука, по которой мы делаем преобразование Фурье. Значит, что получится? Вот это вот при преобразовании Фурье Дельта от Омега минус Омега штрих минус Омега два штриха преобразуется в единицы на два Пи в первой степени, потому что это одномерная Дельта функция. на Е в степени минус И Дельта Омега Т. Значит, где Дельта Омега, это Омега КТ минус Омега К штрих минус Омега К два штриха. Почему такой вот этот сдвиг? Потому что эта Дельта функция не в нуле, да? Не от нулевого аргумента, который, вот если Дельта Омега равно нулю, то Омега равняется Омега К. Понятно, да? И тогда при Дельта Омега равном нулю аргумент этой Дельта функции как раз и равен вот этому Дельта Омега. Поэтому, значит, из Дельта функции получается не просто единица на два Пи при преобразовании Фурье, а единица на два Пи умножить на вот такую комплексную экспоненту. Вот, значит, после этого получим уравнение такого вида. значит, ДАКТПДТ равняется Фурье преобразования от F, да? Напишем. А сюда напишем все это длинное уравнение, которое получится. ДАКТПДТ равняется на второе интеграл ВКК' нарисуем здесь крышечку в знак того, что там какой-то 2Пи появится. Значит, АК' Т, К-К' Т, на е в степени минус и дельта омега на Т ДК' А vk и k' с крышечкой должно равняться минус i, потому что вот здесь i стояло, тогда минус i, деленное на 2π, vk, k' без крышечки. Вот это уравнение, которое тут обведено, это то уравнение, которое мы должны попытаться решить в приближении случайных фаз. Пока что здесь А содержит и амплитуду, и фазу, так же как и Аk' и Аk'-k'. Здесь можно перерисовать векторочки над этими самыми, над k. Для порядка. Тогда все будет понятно, да? И дельта омега это вот эта вот разность. Итак, значит, чего мы добились? Мы получили уравнение, которое связывает медленно меняющуюся в течение времени комплексную амплитуду А, с комплексными амплитудами других волн в этом бесконечно большом наборе, и связывает с помощью vk' матричного элемента, который зависит от тех волн, которые в этом наборе участвуют, проинтегрированного по всему набору, естественно. И вот такая вот тут еще есть комплексная экспонента. Значит, что, откуда она взялась и какой в ней смысл? Значит, взялась она из-за того, что спектр каждой волны не является дельта-функциональным по частоте. Вот, поэтому, значит, вот если не точно совпадают частоты у волн, видите, дельта-омега это расстройка. Значит, если у нас точное резонансное трехволновое взаимодействие, то дельта-омега равно нулю. Тогда здесь стоит просто единица. А если у нас, ну и поэтому, значит, амплитуда вот при резонансном взаимодействии, она просто растет во времени, да, как-то, непрерывно и монотонно. А если эти частоты немножко не совпадают, вот мы находимся близко от резонанса, но не точно в нем. Тогда как будет себя вести, вот, скажем, под действием такой силы, которая близка к резонансу, как будет вести себя осциллятор? Он сначала, значит, будет расти по амплитуде, а потом фаза перевернется, и он будет падать. Амплитуда колебаний его будет падать. Потом снова будет расти и снова падать. То есть будут медленные такие биения. Чем ближе мы к резонансу, тем больше период этих биений и тем больше амплитуда этих биений. Вот, и, соответственно, вот эта вот комплексная экспонента здесь, она как раз и отвечает вот за эти биения, да, если у нас нет точного резонанса между тремя волнами. А точного резонанса у нас не может быть, потому что, вот как я и говорил, у нас спектры не точечные, да, не дельта-функциональные, поэтому никогда точного совпадения нет, они перекрываются только частично, эти спектры. Ну ладно, поехали дальше. Да. Это все нам уже не понадобится. Итак, значит, по той схеме, значит, переходим к Eα, от Eα к эволюции амплитуды от времени. Вот теперь мы должны, значит, сделать последний шаг и перейти, значит, от комплексной амплитуды к числам заполнения. То есть давайте напишем, что Акатая, это Акатая на Е в степени и Фикатая. Значит, Фикатая случайно. Вот. Ну, как я уже говорил, значит, заявить, что Фикатая полностью случайно, это все равно, что заявить, что правая часть в этом выражении равна нулю. То есть полностью случайные фазы могут быть только в том случае, если волны не взаимодействуют вообще. Потому что как только они начали взаимодействовать, вот эта правая часть привела к тому, что фазы вот этих трех волн начинают коррелировать друг с другом. Значит, случайно в нулевом приближении. Значит. К чему это может привести? Акатая, это вот средняя, значит, средняя по фазе определения. Значит, среднее значение Акатова равно нулю. Среднее значение Ак на Ак штрих со звездой будет равняться чему? Среднему значению от Акатова на Ак штрих со звездой на Е в степени и Фика минус и Фика штрих. Акатова на Ак-штрих со звездой. Значит, среднее значение не равно нулю, только в том случае, если Фика равно Фика штрих. Если у нас фаза случайная, то это не означает, что при одном и том же К фазы могут быть разные. При одном и том же К фаза всегда одна и та же. Значит, если К совпадает с К штрих, то получается вот такая штука. Значит, то есть должно совпадать К и К штрих. Акатая Ак-штрих. Это все равно, что Акатая на Акатая со звездой. Или Нкатая. В смысле соотношения Менли-Роу квадрат амплитуды Акатая по модулю, это число квантов. Обозначаем буквой Нкатая. Просто определение, что такое Нкатая. Акатая, Ак-штрих, Ак-два-штриха. Значит, очевидно, что это будет Ак-штрих, Ак-два-штриха на Е в степени И фи К плюс фи К штрих, плюс фи К два штриха. Значит, поскольку их тут три, то мы никак не можем подобрать таким образом, чтобы они полностью совпадали. Никогда. Значит, это все тоже будет равно нулю. Значит, ну это все в нулевом приближении. А теперь попробуем вот это вот уравнение преобразовать к уравнению для чисел заполнения Нкатовой. Значит, Нкатая с точкой, чему равно? Значит, оно равно Акатая, ну или вот так, может быть, Акатая на Ак со звездой с точкой, или равняется Акатая с точкой на Акатая со звездой плюс комплексно-сопряженное. Так. Значит, Акатая с точкой можно взять вот из этого уравнения. То есть это будет 1 вторая интеграл ВК К штрих помножить на вот это Акатая со звездой на Ак штрих и на Ак минус К штрих. Ой, прошу прощения, штрих не здесь, а вот здесь. ДК штрих. К этому добавить плюс комплексно-сопряженное. Так. Вот. Но, заметим следующее обстоятельство, что Нкатая это среднее значение от Акатая на Акатая со звездой. Вот, поэтому вот это не совсем правильно написано. Вот здесь надо нарисовать угловые скобочки. Для того, чтобы усреднить по фазе, да? А как мы будем усреднять по фазе вот это произведение? В результате усреднения по фазе в нулевом приближении у меня получится точный ноль, потому что при произвольных К, К штрих и К2 штриха результат получается нулевой, да? Среднее значение Акатая по штриху в нулевом приближении. Это как раз то самое, что я и говорил, да? Что если все не скоррелировано, то правой части, это означает, что правой части на самом деле нет. Получится вот в этом нулевом приближении, что сколько квантов у нас есть в начале, столько квантов и останется. Нкатая с точкой равно нулю. Это означает, что число заполнения в этом нашем состоянии турбулентном не меняется. с течением времени. А наша цель как раз найти вот эту вот самую функцию в зависимости от времени. Поэтому надо придумать, что делать дальше. Вот еще одну вещь, которую я сюда хочу дописать, существенную, такая. Значит, если я беру Акатая со звездой, то это все равно, что А минус КТ. Значит, почему? Потому что Е в степени минус И омега Т плюс ИКР плюс комплексно сопряженное, да? Вот это комплексно сопряженное содержит А со звездой Е в степени И омега Т минус ИКР плюс комплексно сопряженное. Я могу поменять знак при омега и при К, и поменять знак при омега и при А со звездой Е в степени А, сделать комплексное сопряжение, и тогда должно получиться то же самое. То есть вот это является следствием того, что наше поле должно быть действительным. Просто свойства симметрии. Так что замечание. Ну ладно. Значит, понятно, что вот это вот хорошо. Хорошо, но нам бы надо поточнее вычислить вот это вот среднее значение каким-то образом с учетом взаимодействия между волнами, потому что в нулевом приближении получается 0, и этого нам недостаточно. Значит, как это сделать? Сделать это можно следующим образом. Значит, вот написать что? Вот это вот является нулевое приближение. То есть пишем так, чтобы тут стереть. Чтобы тут стереть, вот это вот можно стереть. Вот сюда напишем. АКТ, значит, это АК в степени АФК, плюс АКТ первое. Вот это вот нулевое приближение. А вот это вот поправка, которая возникает вследствие взаимодействия волн. Значит, вот это АКТ было действительное, а это, так сказать, какая-то комплексная, потому что она сразу и фазу содержит. Но факт такой, что вот эта поправка, коль скоро она зависит от времени, должна удовлетворять вот этому же уравнению. Причем, в силу того, что малостью является как раз вот это взаимодействие, вот что у нас было. В нулевом приближении правая, левая часть, до АКТ по ДТ равно нулю. А в первом приближении начинает меняться. Значит, вот уравнение для вот этого АК первое будет таким. АК первое с точкой равняется 1 вторая, вот этот вот ВКК штрих с крышечкой. АК штрих в нулевом приближении. АК минус К штрих тоже в нулевом приближении, потому что это уже малое. Поэтому здесь поправки учитывать вот эти не надо. на Е в степени минус И дельта Омега Т ДК штрих. Значит, это, конечно, уравнение хорошее, но не очень веселое, потому что тут у нас точка стоит. А нам бы надо найти всю поправку в момент времени, в тот момент времени, в котором мы хотим все это записать. Найти вот эту вот правую часть, корреляцию, соответственно. Для того, чтобы найти, нам надо, естественно, проинтегрировать по времени. АКТ первое в момент времени Т должно равняться интегралу от минус бесконечности до Т. Ну, вот это и правая часть. Взять вот эту вот величину и проинтегрировать. Значит, что мы знаем про правую часть? Как ее интегрировать? Значит, знаем мы следующее, что она очень медленно меняется от времени. Здесь имеется вот такая вот комплексная экспонента, которую мы раньше получили из, значит, преобразования Фурье. А раз мы пользовались ей с преобразованием Фурье, это означает, что мы предполагали, что на самом деле это комплексная экспонента при плюс-минус бесконечности по времени стремится к нулю по амплитуде. То есть тут имеется какая-то комплексная добавка маленькая, которая позволяет это преобразование Фурье делать. И следовательно, нам удастся проинтегрировать благодаря этому свойству от минус бесконечности. В минус бесконечности считаем, что подинтегральное выражение вот здесь все равно нулю. То есть медленно включающееся взаимодействие, и система забыла, что там было в бесконечности. На самом деле похожие предположения делаются и в кинетической теории газов, что система забывает, что с ней было раньше, и дальние корреляции по времени отсутствуют. Вот, это первое. И второе, это то, что момент этот самый времени Т с хорошей точностью можно положить равный нулю, потому что сдвиг по времени эквивалентен внесению просто постоянной фазы, по которой мы потом все равно усредняем. Постоянная добавка к фазе. Поэтому, значит, без, как говорится, без нарушения общности можно считать, что в момент времени Т вся эта правая часть выглядит таким образом, как 1 вторая интеграла от минус бесконечности до нуля до настоящего момента времени. Значит, ВК, значит, интеграл по К, ВК К штрих, АК Т нулевое, АК минус К штрих нулевое, Е в степени минус И Дельта Омега Т ДК штрих ДТ. Значит, по Т в явном виде от Т у нас зависит только вот эта экспонента. Интеграл от минус бесконечности до нуля от этой экспоненты выражается через Дельта-функцию. Да, просто равен П умножить на Дельта от Дельта Омега. Ну, понятно, что если Дельта Омега равно нулю, тогда здесь стоит единица, интеграл по времени от единицы от минус бесконечности до нуля стремится к бесконечности, да, очень большой. Вот, а, значит, как только расстройка появляется, то, соответственно, эта функция быстро спадает, ну, и свойства у нее, как у Дельта-функции, фактически это половина от преобразования Фурье, потому что преобразование Фурье от минус бесконечности до плюс бесконечности, а здесь только до нуля. Ну, ладно, значит, таким образом получили, что мы получили? А вот что. Если мы хотим вычислить АК, АК штрих, АК минус К штрих, да, со звездой, вот такая нам комбинация нужна. Вот, в нулевом приближении она была равна нулю. Поэтому мы должны взять первое приближение вот от этой комбинации. Значит, как будет выглядеть это первое приближение? Сначала я должен взять АК первое со звездой вместо АК того умножить на АК штрих нулевое, К минус К штрих нулевое, плюс, теперь здесь нулевую беру, здесь беру первую и снова нулевую. Значит, АК со звездой АК штрих первое, АК минус К штрих нулевое, третье, когда заменяю в этом произведении третью, третью амплитуду на поправку. АК со звездой АК со звездой нулевое, АК штрих нулевое, А первое АК минус К штрих. Да? Среднее значение среднее значение от этой комбинации, она равна нулю, если мы здесь нулевые приближения поставили, плюс поправка. Поправка содержит три слагаемых. Каждый из этих слагаемых мы должны подставить в следующем виде. АК-Т у нас равняется Пи пополам интеграл ВК К штрих АК-Т штрих нулевое К минус так значит здесь можно легко запутаться. Вот здесь у нас К штрих является фиксированным параметром внешним да? А вот здесь по нему интегрируется. Поэтому на самом деле я вот здесь К штрих должен заменить на что-то другое. Давайте напишем К2 штриха здесь. Дельта от омега КТ минус омега К штрих минус омега К2 штриха это дельта от омега вот это. ДК так прошу прощения только здесь К2 штриха а здесь К минус К2 штриха. вот здесь тоже нулевое. Сейчас я проверю что у меня все правильно. Так одна и пополам да правильно. это КТ первое. Это вот сюда должен подставить да сюда я должен подставить что-то где К заменено на К штрих. понятно да? То есть А К штрих первое будет равняться и пополам В К штрих К2 штриха К2 штриха К штрих минус К2 штриха дельта от омега К штрих ну и также для А К минус К штрих самостоятельно можно выписать да? при этом нам надо не забывать зачем нам все это надо вот это вот среднее мы его собираемся подставить вот сюда в результате подстановки так здесь вот все нолики тоже получатся комбинации четвертого порядка да? смотрите здесь 2 А и еще вот вот это вот тоже сама пропорционально второй степени да? этом на это значит давайте в качестве пробы пера попробуем посмотреть что будет вот в первом слагаемом да? какая комбинация из этих А образуется будет АК штрих нулевое АК минус К штрих нулевое АК два штриха нулевое К минус К два штриха нулевое и от этого всего надо будет взять среднее значит это среднее будет равно произведению амплитуд АК штрих маленькая К минус К штрих А К два штриха К минус К два штриха на среднее значение от фазовых значит экспонент Е в степени ИФИ К штрих плюс ИФИ К минус К штрих плюс ИФИ К два штриха плюс ИФИ К минус К два штриха значит это среднее будет равно нулю во всех случаях за исключением тех когда здесь в экспоненте стоит точный ноль да то есть давайте напишем это условие ФИ К К К штрих плюс ФИ К минус К штрих плюс ФИ К два штриха плюс ФИ К минус К два штриха равно нулю рождественно да когда это может быть значит К штрих и К минус К штрих совпадать не могут поэтому может совпасть либо К штрих и К два штриха либо К штрих и К минус К два штриха то есть первый случай такой К штрих равняется минус К два штриха А К минус К штрих равняется минус К минус К два штриха да но это автоматически оба выполняются если выполнено вот это значит это всегда выполнено если это выполнено то вот это заведомо тождественной ноль потому что при замене знака К у нас меняется знак значит ну появляется комплексное сопряжение значит меняется знак вот этой самой фазы но может быть и второй вариант когда К штрих равняется К минус К два штриха тогда тоже значит чему равна вот это среднее значение во первых она будет равна если я здесь К штрих и К два штрих минус К два штриха или каждого штриха на минус К штрих заменю у меня получится Н К штрих на Н К минус К штрих да это первый случай а второй случай значит К штрих на К минус К два штриха вот это вот это тоже Н так ну я боюсь что я не доведу сегодня это все до конца но тем не менее продолжим да то есть вот это второй случай так это я что сделал это я разобрался со средним значением вот от первого слагаемого теперь посмотрим на что оно умножается это среднее значение да нк то есть точка у меня на самом деле уже написано ничего не влезает так вот это на самом деле можно стереть это уже не нужно ну ладно значит продолжим на следующей лекции поскольку уже звонок